Привет всем! Это снова я, Паша. И я опять буду рассказывать про исключения. Оказалось, что в предыдущий раз я не так уж много не успел рассказать из того, о чем мог бы говорить, поэтому видео получилось коротким. Но я попытался сделать его интересным. Без горных козлов, но с печеньками. Поехали! Начнем с двух самых простых и распространенных конструкций. Ничего нового я про них не расскажу, но с них я начну построение аналогии. Я отправляю сына в магазин и прошу купить печенье. Я предвижу его растерянный вид, когда для какой-нибудь девчонки последнюю пачку снимут с витрины. Поэтому сразу говорю, что если печенья не будет, то можно купить конфеты. Тут все просто. В блоке «Файнали» я предупреждаю сына, чтобы он вернул сдачу. Теперь он либо купит печенье и вернет лишние деньги, либо купит конфеты и все равно вернет деньги. Ничего удивительного. Удивительный мне показалась следующая допустимая в языке Java конструкция – «Трай Файнали». В ней отсутствует блок «Кетч». Работает так же, как если бы в «Трай Кетч Файнали» обработчик не подошел к возникшему исключению. Где применить такую конструкцию, вы придумаете сами. А в нашей аналогии это соответствует просьбе сходить в магазин и вернуть сдачу. Если у сына возникнут проблемы, придется звонить домой или даже вернуться с пустыми руками. Следующая вариация позволяет по-разному обрабатывать разные ошибки, возникающие в одном блоке. Java позволяет использовать несколько блоков «Кетч» для одного блока «Трай». Когда что-нибудь случится, виртуальная машина начнет перебирать эти блоки по порядку, пока не найдет подходящий. Последующие блоки проверяться уже не будут, то есть исполняется максимум один блок «Кетч». В используемой нами сегодня аналогии это можно описать как просьбу купить любые печеньки, если не будет вкусных, и купить конфеты, если печенья не будет вообще. Также имейте в виду, что если какое-то исключение наследуется от другого, то его блок «Кетч» должен идти раньше, иначе компилятор заругается. Аналогия с легкостью позволяет описать и этот случай. Если я вдруг скажу сыну «Если не будет печенья, то купи конфет, а если не будет вкусного печенья, то купи любое, он подвиснет на несколько секунд, прежде чем поймет, что я имел в виду». Завершает картину конструкция, которая не требует ни блока «Кетч», ни блока «Файнали», хотя их по-прежнему можно использовать. Эта конструкция «Try with Resources». О ней нужно рассказать немного подробнее, поэтому я начну с аналогии. Сына я отправляю в магазин постоянно, и каждый раз говорить ему, чтобы вернул сдачу, я уже устал. Поэтому я теперь даю ему свою кредитку, и сдача в любом случае оказывается у меня. Теперь без аналогий. Суть в том, что часто бывает нужно закрыть какой-то ресурс, например, подключение к базе данных, даже если возникла какая-то ошибка при работе программы. Обычно это делали с помощью блока «Файнали», но потом решили для упрощения жизни программистов и для красоты кода выделить специальную конструкцию для всего, что можно сокрыть. Теперь, если вы объявите и инициализируете в круглых скобках после слова «Try» объект, который должен быть закрыт, вы можете быть за него спокойны. А чтобы компилятор был спокоен, класс этого объекта должен реализовать интерфейс auto-closable и иметь метод close, который будет вызван для закрытия объекта. Пожалуй, на этом все. Исключение гораздо более широкая тема, чем я смог показать, так что не забывайте читать умные книжки и практиковаться. Всем удачи! Пока!